А мы затронули, что много артистов разъехалось из нашей России. Матушки необъятного. У тебя были мысли дать по съебам? Ну не, естественно, я размышлял, что куда-то поеду, а с другой стороны, я не могу никуда поехать, потому что у меня работает большое количество людей. Я достаточно с возрастом, как семьянин, и вообще в целом человек ответственный за людей, с которыми я вместе работаю и считаю их своими друзьями. Семья у нас безумное количество людей работает. Ну как бы я мог. Я еще с этой землей, честно могу сказать, если так, без иронии, с этой землей связан как-то физически, ментально. Я не могу отсюда уезжать надолго. Как бы здесь ни было тяжело, пиздецово, сложно. Ну то есть я уезжаю за границу. У меня там есть кенты, которые уехали, сидят там где-то в Лос-Анджелесе. Да. Заебись. Я говорю, ну в Лос-Анджелесе заебись, да. Заебись вам в Лос-Анджелесе, блять. А остальные люди куда поедут? То есть все как бы упирается в реальный подход. И, ну короче, я могу сказать, что я здесь. Моя жена сказала, что никуда не поеду и даже не... И дочка. Да. Добрый день, друзья. Не добрый день, не дорогие. Я на этот фрагмент беседы Басты с Явлеевой обратил внимание, что прочитал в сети, что вот он, мол, Баста тоже собирался сваливать. Раздумал о том, чтобы уехать. Я вот этот не очень момент вообще понимаю, что значит свалить. Что вот значит свалить. Одно дело просто вот уехать и жить в хорошем климате или в хороших условиях. И приезжать сюда работать. То есть это вообще традиция, кстати, российская. Еще там как минимум с 19 века. Я не вижу ничего в этом зазорного. Как это вообще может мешать любить родину? Если ты живешь как Максим Горький там на капре. Другое дело, что вот там как гражданин Соединенных Штатов Америки, резидент Майами Леонид Агутин. То, что он уехал там вообще нет вопросов. В Флориде я сам там жил. Отличное место. Но вот собирать деньги, участвовать в марафонах по сбору бабла для украинцев. Это уже совершенно другое дело. Просто вот не понимаю, почему он не получил титул у нас странного агента. А Андрей Вадимович Макаревич, допустим, получил. Ну ладно, песня совсем не о том. Я к тому, что масса людей, вообще большинство людей из так называемой богемы. Из тех, кто не должен там ходить каждый день на работу. Кто не работает, допустим, на телевидении. Актеры, шоу-бизнес. Ну, они, наверное, почти все, что называется, уехали. Что значит, у них есть недвижимость. Они там, как бы, проводят время у себя. Начиная от таких ключевых фигур нашего кинематографа, как Андрей Сергеевич Кончаловский, с которым мы там про Италию разговаривали, по-моему, лет 10 назад. Он объяснял, почему там жить комфортнее, чем в Москве. Ну и заканчивает там себя всеми этими стендаперами наши. Просто есть большая разница, когда человек... Человек вообще может и не въехать, но фигачить вообще фражку-говняшку здесь. И он будет патриотом, потому что он не уехал. И он здесь вообще исходит злобой. Это ерунда. Я вот еще помню такой эпизод. Это лет 10 назад был. Я обсуждал это с Ивановым Хлавыстином. Он выложил где-то в соцсетях свою фотографию из Испании, где он там винишко попивал. И вот эти комменты с обоих сторон. От патриотов, а главное, от так называемых либералов. Не знаю, почему это Иваново так встречает. Что ж ты, Иван, в Гейропу-то поехал, а не в Вологду и не на Байкал. Что это вообще за фигня такая? Что это? Откуда это? Почему человек, любящий и переживающий за Россию, не может поехать отдохнуть куда-нибудь там, в Барселону, или если есть возможность, прикупить себе недвижимость в стране НАТО? Почему? Как эти вообще вещи связаны? Некоторые не скрывают того, что у них есть недвижимость. Олег Газманов рассказал, что у него отжали в двух странах НАТО его недвижимость. А многие считают нужным, как бы скрывать, что у них там что-то есть. Что в этом зазорного? Объясните мне. Чем дача на Болярских островах хуже дачи в Подмосковье или в Карелии? Это вот, давайте как-то не путать горячее и соленое, так, по-моему, говорят. А Хлобыстин про Испанию у меня очень смешно рассказывал. Это не про недвижимость, про отдых. В Испании. Мы первый раз приехали, мы не знали, что там во всех ресторанах лежат эти. Мы в скромный город, на самом деле, выбрали, потому что рядом православная церковь. Мы всегда так ездим. Где церковь есть, это как подпитка для нас. Без этого довольно сложно. В Испании такой город. А это, значит, Кальп город, Бенедорм, там рядом, и Аликанте. Они вот три города, русские, сложились и сделали храм. И туда ездят довольно так нарядно, со стороны смотреть всякую гордыню, чтобы машин много наших приехали. Класс. А сам Хуан Карлос II, вот король, по рекомендации Ростроповича, позволил на этой земле, потому что они так ревностно относятся. И мы первый день приехали, пошли в ресторан сразу. Ну, набережную посмотреть. Ну, в ночь приехали, а утром пошли посмотреть, что-то как. Прямо с тем семейством, да? Да. А вы же еще, наверное, какую-нибудь няню с собой берете? Прямо управляетесь? Нет, 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 у нас автономия, да. У нас саморегулирующая система. Фильм «Чужие видели», это о нас. Вот. Это просто они в будущем, а мы еще вот, это наши потомки далекие. И мы пришли, в каждом ресторане по-русски есть меню. И только в одном нет, но мы не знали об этом. Он самая надежная, ой, самая такая благовидная, белая, вынесенная веранда. Я набрал, как обычно, русские стесняли, мы же все конфузливые. И вот давайте все, потом чем отравимся, посмотрим. Значит, все мы, там, раки, все, ну, что принесли, мы поели. И подходит ко мне джентльмен, такой испанец, коренастый, кряжистый, ну, испанец, короче говоря. Он говорит, это презент. Я говорю, нет, это не может быть презент, потому что это дорого, мне неудобно, я знал, на что шел, я многодетный отец, я рассчитываю, горбачу себя недаром. Мне перед семьей будет неудобно, что халява. Он говорит, нет, это презент. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я смотрю интерно. Я говорю, да ладно. С субтитрами? Он говорит, нет, так смотрю. Я говорю, ну, а как это так может быть? Он говорит, ну, не знаю, у нас, говорит, вот есть канал, который переводит контент, там, в Германии снимается передача какая-то популярная. Ее могут перевести на испанский. То есть они здесь создают единое культурное пространство. Я так выяснил из разговора, что он глазом зацепился. Жена, русская жена его товарища смотрел и выцепил для себя, он еще по-испански. В итоге мы с ним похохотали, действительно, я захалявился. На следующий день я выхожу, оделся вообще белые, прям, ну, Испания, хоть раз в жизни надо купленные 100 лет назад белые штаны одеть, бендера вспомнить. Детей оставил, думаю, вызвоню их, и уже назад нельзя будет идти, и в горы их поведу, мы всегда форс-мажорные люди такие. Прихожу туда, а у меня еще, у меня шляпа никогда не шла. Ну, она была куплена по дороге, белые шляпы, я, в общем, белые, перламутровые, белые щетки. Приятного было, чтобы моим соотечественникам было приятно посмотреть на свой голос. Погоди, да. Прям вот наш идет, и белые тапки их на веревочной основе. Прихожу туда, слушаю, сажусь кофе пить, беру воду, играет Ля Кула. А это их вот альтернативный, типа Том Вейс, типа нашего Мамонова. Я говорю, ну, так, beautiful music, престо или как там это, сеньор Карлос. Он говорит, ну, он говорит, олдскул, а хочешь твою, говорит, музыку, а у меня айфон с собой. Я говорю, хочу, а что халява. А у него подключать к этому джет 3,3,5, а у меня хор кубанских казаков, боже, царя храни. И у меня дикое дежавю. А там, интересно, стоит полицейский гомосексуального вида, весь в этих, как, прям, вот, каждая мышца у него отдельной гантелькой выкачана, значит, и он так на велике полуоблаке, они все красивые очень, там, эти, значит, бельгийская семья, она вошла, и вот в такой ситуации, скандинавской позиции они, то они присаживаются, значит. Официант, кто-то идет с длинным подносом, кто-то там несет графины, и хор, он, боже, царя, и меня дикое озорство обуяло, почему-то я вспомнил, у меня дежавю с этим неуловимым мстителем, где Боба Косторский, и солнце так же бьет на эти столы, я встаю, беру шляпы, прижимаю к сердцу, он, Карлос, тоже приосанился, потому что они реально монархисты, они, то есть, им очень нравится, что у них есть король, что они могут петь, вот, что за его, за его здравие могут выпивать, что могут гимн, они очень уважительно к этому относятся, значит, а поскольку он начальник и главный командир там, сеньор, этот застыл с подносом, этот застыл за графинами, а бельгийская семья застыл в скандинавском, скандинавском, потому что не поймет, садится или вставать, и полицейский, вот этот, который для каждой мышцы, у него отдельная гантырка, он встал, и что-то подобие, вот, и это был триумф, там, на пол пляжа города Кальпе, солнце лупасит, и божеца, он потом мне сказал, ну как, я говорю, Карлос, это рок-н-ролл, олд-скул, вообще рок-н-ролл, бери, что хочешь, короче. Иван Иванович, я просто как кино посмотрел сейчас, отлично, отлично, просто надеюсь, что то, что вы сейчас снимаете, будет не хуже.